Девушки отдыхают 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 Все церкви, все дети этого мира славят Его. Ты достоин всего. Ты великий Бог, создателю неба и земли и слава. Аллилуйя, достоин, достоин, достоин. Аллилуйя. О, Иисус, Ты достоин славы всего. Ты великий Бог, создателю неба и земли и слава. Бог, создателю неба и земли и слава. Аллилуйя, достоин, 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 достоин. Аллилуйя. Аллилуйя. Поздайте славу достойному. Принять славу и честь. Аллилуйя. Великому Богу, всемогущему царю царей, слава и хвала. Аллилуйя. Отец во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя сейчас, Господь. Коснись наших сердец. Сделай нас реально способными принимать Слово, Господь. То Слово, чтобы оно изменяло нас в образ Твой. Чтобы нам не постыдиться во время, когда мы пристанем пред Тобой. И здесь, на земле, Господь. Говорит, Ты достоин славы всей. Свидетельствует о славе Твоей. Чтобы мы были свободно проповедующие, говорящие о Тебе, Господь. Аллилуйя. Боже, пусть это Слово сегодня расставит, Господь, в наших сердцах. У кого-то есть переполох. У кого-то тревога. У кого-то может быть страх. Может быть, нет исцеления, Господь. Отец, пусть Твое чудесное прикосновение будет на каждое сердце. В изменение, в исцеление, во славу Тебе. И весь народ Божий доскажет. Аминь. Иисус достоин славы. Хвала Ему и честь. Аллилуйя. Друзья мои, слава Богу за вас. То, что через вас Господь действует. Аллилуйя. Вы действительно спускаете с небес и приводите Дух Божий на эту сцену. И глядя на брата, сегодня не видно, что холодно. Слава Господу. Аллилуйя. Все время смотрю на тебя и думаю, Аллилуйя. Вот это мужество, вот это жара. А мне и самому тепло. И как-то жарко, да, уже стало. Аллилуйя. Слава Господу. Присаживайтесь, пожалуйста. В присутствии Божьем. Я хочу поприветствовать сегодня всех, кто нас сегодня смотрит в эфире на телеканале ТБН. И всех братьев, сестер, пусть Господь благословит вас. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте мы помашем всем, кто поблагодарил Господа, что мы сегодня в эфире. И слава Богу, и пусть Слово Божие распространяется. Я сейчас хочу прочитать вторая книга Паралипомидон, 33 стих, с 1 по 13, 33 глава, с 1 по 12, по 13 стих. 12 лет был Монасия, когда воцарился и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодные в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Иезеки и отец его, и поставил жертвенники Валаамом, и устроил дубравы, и поглонился всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором... Сказал Господь в Иерусалиме, будет имя мое вечно, и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Иномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников, многое делал неугодного в очах Господа, и к прогневлению его, и поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем. О котором сотворил Бог Давиду и Соломону сына его в доме Сем и в Иерусалиме, которые я забрал, и всех из колен Израилевых я вложу имя мое навек, и не дам впредь выступать ноге Израиля и земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедовал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукой Моисея. Но Монасия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже народов, которые истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Монасии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского. И заковали они Монасий в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился перед Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим, на царство его, и узнал Монасия, что Господь есть Бог. Ох, аллилуйя! Мы, друзья, видим здесь милость Божию, что Господь ответил на такие мерзости, ответил человеку, который делал в прошлом полное преступление закона. Казалось бы, можно так, знаете, по-человечески разобидеться. Можно поставить этого человека и истребить, когда он еще начинал это делать. Все было противоположно Слову Божьему, все было противоположно закону, и ничего не могло бы сделаться, как бы, каким-то приятным таким, знаете, чтобы за что было зацепиться. Но посмотрим, как было далее, разворачивались события. Его забрал себе царь, одел в него наручники. Но мы понимаем, что человек попал, попал в тюрьму, попал, его заковали, и дальше его видение на этом, его царствование закончилось. Знаете, и что сделал он? Смирился. Написано, царь смирился. Послушай, как это можно будет так смириться, чтобы покрыть все мерзости, которые он осквернил и храм, и народ вел в заблуждение? Как можно было бы смириться, чтобы Господь простил его? Это надо было до такой глубины докопать. Это так надо было свое сердце выбросить. Все помыслы его и предсказать, Господь, я грешен, я понял, и до меня дошло. Не только с видимой услужливостью, но с полным понятием приоритета осознания того, что это грех. Послушай, люди, которые цари были перед ним, они то же самое делали, потом возвращались к Богу. Но, знаете, всегда грех он имеет свойство заманивать к себе. И, знаете, и он всегда привлекает к себе и делает человека более встающим на сторону греха. Однажды один служитель рассказывал такую историю, когда я согрешил, говорит, пять лет. Когда мама ему сказала, говорит, сынок, у нас будет ужин, ну вот сейчас вот это печенье, которое на столе, не трогай. Не трогай и все. Ага, ну все хорошо, мам, спасибо, я потом поем. Мама отвернулась, он хватит печенья, съел и задумался, слушай, а почему? Вот мама же сказала, вот, ну, мама же мне говорит, ну, это нельзя. Ну, почему печенье-то вкусное? Ну, почему это так здорово и так сладко и перед ужином? Почему это не сделать? И, знаете, он усомнился в словах мамы. И дальше он рассказывает свою историю. Когда я зашел в магазин, я видел детский пистолетик, который мне очень сильно понравился. Я, говорит, разглядывал, разглядывал его и все, и потихонечку украл его. И когда пришел домой, он его вытащил, я, говорит, думал, слушай, это так здорово, не платить деньги, не упрашивать маму, не говорить ей там, что вот у меня нету пистолетика, и вдруг он у меня есть. И, знаете, в дальнейшем он вырос наркоманом, пьяницей, дебоширом, и его жизнь пошла кувырком. Послушай, все, что творил этот человек, он понял, это я делал зря. Все, что мне нравилось, это зря. Я думаю, Манасия, когда принимал решение, он думал, слушай, все идолы мои, все, что я совершал, это зря было. Хотя это очень красиво было, это было очень вкусно, и я чувствовал себя, что я на правильном месте, и казалось, что и идолы отвечали, там еще что-то творилось, и мне еще удалось народу привлечь, через это было легко управлять. Но когда пришло тесное обстоятельство, когда его смирили, поставили уже в наручники его, он понял, я загрешил, я загрешил. И знаете, что? Смирился. В дальнейшем написано, что он смирился. Я сегодня буду говорить о смирении, о смирении нашего сердца. Что делает Господь со смиренным человеком? Что происходит, какие последствия? И мы читаем, когда 13 стих, что Господь простил его, освободил его и поставил снова его царем. Он проявил свою милость и любовь за то, что человек покаялся. И знаете, я нашел одну такую сноску, наш Герцен такой, помните, писатель Александр Иванович, он что-то написал. Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной. И избавляем это от этих скорбей следующее поколение. То есть, знаете, вот в этих вещах, как смирение, мы очень много не размышляем и не задумываемся. Знаете, я скажу, как пастор вам откроет такой маленький секрет. Если я как служитель, я уже начинал себя чувствовать как служитель, я чувствую, что Бог мне начинает открывать. Значит, что мне нужно сделать? Читать побольше Слово Божье, готовиться к проповеди, делать умную лицо, бородку, как у Максима. Вот, с него срисовано, кстати. Вот, ну, тем более она разноцветная. Ну, пастор на все сто вот так вот. Вот, посмотришь телевизора со сцены, все, казалось бы, нормально, достаточно. Вот, приходишь домой, дома обстоятельства совершенно другие. Слушай, почему дома не пастырские обстоятельства? Почему на работе не пастырские обстоятельства? Знаешь, как здорово, сюда заходишь, пастор, здравствуйте, 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 все хорошо, все за руку, кто-то здоровается, кто-то обнимается, кто-то по плечу похлопал. Казалось бы, все классно, все нормально. Послушай, но на улице, дома, на работе весь этот статус куда-то уходит, понимаешь? Это, говорит, как жена по столу кулаком ударила, и все, и ты забыл, кто, да? Пастер, служитель, ты муж, ты. Слушай, она хочет кушать, там дети хотят кушать, внуки хотят кушать, и есть какая-то ответственность на тебе, и ты начинаешь трезветь, и ты начинаешь приходить в свою норму. Так, 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 все хорошо, все. И охота применить, знаете, такую власть дома. Я в доме хозяин, я в доме царь, и вся Библия об этом подтверждает. Вот я за это Бога люблю, то, что даже Матфея, читаю, Эфесянам, вот 5 глава, 20 стих, как хорошо о мужиках написано, да, мужики? Воздайте славу Господу мужчины, а теперь женщины. Аллилуйя, про женщин там тоже написано. И, казалось бы, такая поддержка классная. И, знаешь, когда мы с женой рассматривали, читали Библию, мне аж прямо крылья урастали, я себя так чувствую. Ну, мужик, ну все, ты в доме хозяин, и Библия подтверждает. И, знаешь, ну почему-то, вот, допустим, жене это не подтверждает, понимаешь, допустим, в ее уши, допустим, где-то нет смирения, где-то нет. Моей жене не говорите об этом, что я сегодня говорил. И, знаете, произошел однажды такой случай у меня. Как-то, ну это не так уж и часто, может быть, ну и не так уж и редко. Произошел небольшой такой спор у меня с супружницей моей любимой. И мы расстались с ней, так я убежал на улицу, пошел, поехал на работу, сел. Я знаю, что у всех, кто женатый, кто замужем, у вас такого нет. Ну, не берите с этого пример. Выезжаю и чувствую, слушай, сердечко мое как-то побаливает. Вот еду и чувствую, вот как-то вот, оно как-то дает о себе знать. Сердце то начинаю задыхаться, то какую-то уже за рулем гимнастику делаю. Чувствую, что не то. Ага. И Отче наш, Сущий, на небесах, да святится имя Твое. Не помогает, слушай. Господи, ранами Твоими я исцелен. Ну, как обычно, да? Боже, святый, аллилуйя, я только Тебе, одному поклоняюсь. А сердечко-то болит, ты понимаешь? Ну, значит, я еще что-то не прочитал. Ну, значит, я еще что-то не придумал, чтобы... Хе-хе-хе, Господь, аллилуйя! Ну, я же твой пастырь, мы же с тобой на коротке. Давай, что-нибудь, ну, сердце, видишь, останавливается. И знаешь, когда вот эта вся клоунада закончилась, вот, когда уже, ты уже начинаешь понимать уже, что, слушай, ну, эти вещи-то уже не действуют. Ты уже начинаешь... Вопрос-то жизни и смерти уже. Когда-то говорили, диагноз поставили мне очень страшный, и у тебя он в голове всплывает, и слушай, а все-таки, может, меня не исцелили, может, я ранами Иисуса... И знаешь, и вера начинает коверкаться, колебаться, все, и все начинает затухать. и приходит на сердце и говорит, Господи, что делать? Вот что мне делать сейчас? И знаете, и на сердце приходит, тебе нужно попросить у своей жены прощения. Вот эту молитву я еще не читал. Вот это вот мне как-то я взял телефон, и как-то сразу попросить прощения, как-то у меня, ну, думаю, пусть она прочувствует, что она виновата, так охота подумать, что это она виновата, а я-то пастор все-таки, это святой, вот это она у меня помощница, а не я у нее помощник. И знаете, алло, дорогая моя, слушай, вот я действительно огромный и тупой, прости меня. Вот как есть прости меня, я тебе свернул кровь. Я просто распылился, я тебя люблю, ты моя единственная и дорогая. Слушай, сердце начало биться в ритме, и машина, мне кажется, еще быстрее начала ехать, как будто и клапана поменяли. Как будто все, вот знаешь, все выравнивается, все, 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 я еду и думаю, и тут тебе, отче наш, и сущий на небесах, и аллилуйя, и слава Богу, вот теперь слава-то Богу принимается, понимаешь, когда ты перед жертвенником идешь, когда ты хочешь воздать славу Господу, иди попроси прощения, хотя бы у жены. А потом уже, и слушай, сработало, ты знаешь, до того сработало, думаю, что еще раз охота попробовать, думаю, слушай, это правда настолько или нет, Господи помилуй. Ты знаешь, такое испытание приходит, что надо, надо все-таки, и знаешь, что Господь говорит, а ты держись, а ты смиряйся. Вот, ну как смириться под жену, ладно, под крепкую руку Божию? А Господь говорит, смириться тебе надо. Вот смириться с ее характером, не молиться против, не изгонять из нее бесов, ни дьяволов, ничего, давай из тебя начнем изгонять. И вот это вот изгнание внутреннего твоего сердца, пусть оно тебе являет славу Божию. Ох, аллилуйя. Ты знаете, друзья мои, как, честно скажу, как легко проповедовать и стоять со сцены, и как тяжело служить ближнему своему, особенно жене. И вы знаете, когда ты понимаешь, что ты переламываешь свою мужскую гордость, и ты начинаешь уже, дьявол сразу с этой стороны, ты подкаблучник, ты подсобачник, ты какой-то, что таких только слов не наговорит. Да ты не мужик, да у тебя ничего не получается. Слушай, во имя Иисуса Христа, а я буду служить, а я буду служить. Ну сказано же любить, ну я любовь такую проявляю к своей жене. Ну что сделаешь, ну что сделаешь, если ты самая она у меня красивая в мире, ну деваться некуда. И когда ты начинаешь служить, знаете что? Приходит одобрение в твое сердце. Знаешь, отслужение, почему Господь говорит, почитайте один другого высшим себя, потому что приходит одобрение в твое сердце. Потому что ты получаешь от этого удовольствие. Друзья, я скажу, это на самом деле, мужики, братья, я хочу вам сказать, потому что я действительно один такой неразумный, но когда служишь жене, в этом есть удовольствие, в этом есть благословение. Спасибо за аминь. Аллилуйя. Я не один слушаю. Слава Господу. С приходом смирения есть стопроцентный успех. С приходом нашего смирения есть стопроцентный успех. Мы читали про Монасию. Ну, что хорошего, если бы ему царь Вавилонский отрубил голову? Ничего. Ну, был бы без головы, но я думаю, он бы умер. Он что делать? Он начал сближаться с Богом. Он начал молиться. Обратился от своих худых путей. То есть то, что ему казалось хорошим, есть еще лучше. Это смириться. Это смириться под крепкую руку Божию. И это, знаете, для Господа приятно. Это приятно для Господа. И ты понимаешь, что это приятно. Друзья мои, мы и наше здоровье, я скажу, это как индикатор. Поверьте. Друзья, может быть, кому-то сейчас наступлю на больную мозоль, простите меня заранее, смирение. И в смирении есть благодать, когда мы смиряемся, когда мы становимся послушными, когда мы становимся благодарными. Многие болезни, друзья мои, многие болезни, они происходят от нашей гордости и от нашего непослушания. Да-да. Слушай, я за 50 лет привык, допустим, обращаться вот так, вот так, но смиряться, это как-то и в мыслях моих не было. Но, оказывается, есть еще та часть в нашей жизни, как смирение, которое дает Богу проникнуть в твое сердце, в твое душу, в твой дух и в твое тело. И тогда, когда ты стоишь на сцене, ты смиряешься, когда ты поднимаешь кверху руки и говоришь, Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу! А почему? А потому что ты пропадал и нашелся. Потому что ты однажды был мертвый и Господь оживил тебя. А если бы не милость Божия? А если бы не смирение? А если бы не смирение под крепкую руку Божию? Слушай, Изавель даже похоронить не смогли. Собаки растаскали. Я жил в таком районе, где очень холодно. И если человек придумал вечером спать на улице, то на утро его находят. Почему-то он не сам приходит, а его находят. То есть, когда мы не смиряемся под крепкую руку Божию, когда происходит противление, мы теряем все, даже свои собственные жизни. Но мы дети Божьи, и смирение касается человеческого характера, где он сможет противостоять силой возлюбившего Христа. В смирении есть качество. Это первое, как я уже говорил, быть послушным, и второе, это быть благодарным. Смирение, друзья мои, это не слабость и не проявление робости и страха. Это знак того, что мы знаем, в чем заключается наша истинная сила. Когда я покаялся, друзья мои, я опять каюсь, я перед вами каюсь, что истинное христианство, я так и думал, что оно состоит из изгнания бесов, из наставления людей говорить умные слова, но ни в коем случае не смиряться. Но самое первое, что должно произойти, что с нами хочет сделать Господь, это нас смирить. Это действительно, это у нас, чтобы мы не ходили, супер такие духовные христиане, что нельзя ни поговорить ни с кем, ни спросить ничего. Знаешь, христианин, не имеющий такого духовного магнетизма, это то же самое, что мирской человек. Тебе не охота же подойти к брату или к сестре, у которого такое вот лицо, и который всегда мудрый, и который всегда сильный, у которого всегда ответ. Слушай, но любви не имеет. Но не имеет ни чувства, ни сострадания. Слушай, когда кто-то подходит и просит тебе помолиться, сказать у тебя, слушай, помолись за меня, у меня такое. Слушай, тебе надо, знаешь, я знаю, что мне надо, у меня болит, я прошу тебя, помолись. И я знаю, что я грешный человек. Я знаю, но когда к вам подходит, просит, слушай, помолись, не нужно вспоминать место из Писаний, прояви от сердца к сердцу свою любовь. Оно будет полезнее. Если моя правда и моя истина убивает моего ближнего, то зачем мне такая правда? прежде всего любовь. Это самое первое свойство, которое дает нам Господь через то, что Он хочет с нами говорить, через то, что Он хочет с нами общаться. И я хочу сказать, и это срабатывает. Ты будешь на коленях стоять, молиться. Ты можешь читать Библию, но не любить автора. Ты можешь на коленях стоять, молиться, но сердце не будет воспринимать откровение Божьего. И ты разочаруешься в Боге и упаси Господь. И потом скажешь, что эта церковь не та, это то, не то, здесь мне не то, здесь много о пожертвовании говорят, здесь много о том говорят. Слушай, Александр Иванович сегодня хорошо говорил о пожертвовании. И я скажу, что сегодня, если ты это слово принял через пожертвование, о пожертвовании, то благодаря, есть еще место с Писания, которое кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Но для этого нужно смириться. Это нужно принять. Это нужно в свою голову затолкать то, что говорилось. Принять, переживать и сказать, я согласен. Я согласен. Я согласен с этим словом. Я смиряюсь. Будет, не будет, но я смиряюсь. Знаете, друзья мои, в смирении есть еще один хороший фактор. От тебя уходят переживания и депрессии. Когда нету в смирении в твоем сердце, когда вот сердце человеческое, что делает? Оно переживает. Оно болит. Ты можешь быть, ну, скажем, очень сильно переживать за свой бизнес. Ты очень сильно можешь переживать за родных или за близких, что неверующие твои дети там или верующие дети. Ты можешь переживать за страну. Ты можешь переживать, что будет или что не будет. Знаешь, я хочу тебе сказать, в смирении, когда ты смиряешься и отдаешь это Господу, весь груз твоего сердца, он уходит. Послушай, оказывается, президент-то у нас хороший. И оказывается, что все и начальство и власти у нас прекрасные. Почему? Потому что однажды ты сказал, я принимаю весь мир такой, как есть. Я хочу, чтобы Господь не отверг меня. Я желаю, чтобы доступ к Богу был ко моему сердцу без препятствий, без всякой болезни. Монасий, разве не можно ли было бы однажды подумать, но ему было 12 лет, когда он начал действовать. И ему кто-то из шаманов пришел и показал, там, может быть, развернул карты, пару фокусов, показал и сказал, братан, смотри, вот это то, вот так, вот так, вот так, вот так. А если бы он посмотрел на своих отцов, на заповеди Моисея и сказал бы, слушай, не, 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 не. Заповедь, говорит, мне тебе голову отрубить. Вот. Я поиграю с тобой в детскую игрушку, раз и все, и как царь, я тебе отрубляю лучше голову, ранее, любую всякую болезнь и смириться под крепкую руку Божию. Лучше предупредить, чем потом терять лишение. Я хотел бы, знаете, друзья мои, чтобы мы, даже, я еще буду проповедовать, но, чтобы после служения мы задумывались и поставили себе в закон это прекрасное чувство смирения. И я хочу сказать, что ищите того, ищите даже этот повод, чтобы Господь, как 138-й псалом, написано, испытай меня, Боже, на правильном ли я пути. Испытай меня, Господь. Да, пускай мне трудно будет, пускай мне будет тяжело, пускай я сегодня буду, ну, в падении, пускай я буду сегодня в поношении в каком-то. Господи, я хочу просто смириться пред Тобою. Я хочу, чтобы не было препятствий между Тобой и мной. Как это заповедано было, любить Тебя. Я хочу, чтобы не было препятствий между мной и братом моим. Я хочу, чтобы у нас была любовь. Я хочу, чтобы у нас были братские отношения с пастырем, со служителями. Я это желаю, Господи. Я молюсь о том, чтобы Господи, знаешь, если ты будешь бояться, я когда покаялся в 90-х годах, нам говорили вот это место 138-й псалом, последние вот эти два стиха, когда испытай меня Божий, нам даже говорили не говорите эти слова, не говорите, не говорите перед Господом. А почему? А потому что придут такие испытания, что вы не сможете их выдержать. Послушай, когда Бог начинает очищать смиренное сердце, когда Господь, когда ты молишься Господь, моя жизнь принадлежит тебе. Смиряй, поднимай, не бойся, что Господь тебе возьмет и об колено переломает тебе позвоночник. Не беспокойся. Знаете, веревку вот представьте, в руках веревочку у меня, да? Ее можно согнуть, скрутить, узелок связать. А если у меня в руках линейка, ее не согнуть, она сломается. Я хочу сказать, это как бы про образ наших мышлений, нашего тела, может быть, нашей души. Нам не надо, чтобы был хруст в наших костях, когда с нами работает Господь. Ему легче, когда у нас податливое сердце. Ему легче с нами работать, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Чтобы нам не ослабеть при нашем пути, чтобы нам не ослабеть в наших служениях, чтобы нам не ослабеть в домашних с женой отношениях и с детьми смириться. Это будет правильно. Аллилуйя. И мы можем быть смиренными и в то же время бесстрашными и мужественными. Аминь. Знаете, однажды, как один товарищ подошел и мы с ним начали разговаривать, он очень любит политику. Я молчу, стою, а он пытается мне политику навязать и рассказать, доказать мне, что все так плохо, чтобы я тоже закатил истерику и тоже начал, как он. Я говорю, ну и что? Я говорю, друг мой, я говорю, ну сколько бы ты ни пытался, я соглашаюсь с тобой, но не соглашаюсь с тем, что ты говоришь. Может быть и так. Я, честно говоря, я даже телевизор не включаю. Да у меня его и нету в принципе. Мне он как-то что там, как политики, как царю угодно, пусть так и ведет. Зато знаешь что? Я ложусь, сплю спокойно. Я встаю спокойно. У меня нет проблем, кого обозвать. У меня нет проблем, кого сегодня обругать. Это же, это же прекрасно. Друзья мои, чем меньше, знаешь, больше спишь, да? Вот, ну на самом-то деле. Это же, это же нормально, когда ты не трясешься, а когда тебе спокойно, знаешь, без Бога, у тебя, говорит, написано, и волосы из головы просто не пропадут. Послушай, если волосы головы считает меня Бог, то, наверное, у Путина он всех пересчитал давно уже. Вот так, если разобраться, во всех политиках и во всех, во всех странах и все что угодно. Псалом 33, 19. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренным духом спасает. Аллилуйя, это же классно, близок Господь с сокрушенным сердцем. Он очень близко к тебе, когда ты сокрушен. И Псалом 146, смиренных возвышает, 146, 6 стих, вернее, да, Псалом, 146, 6. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Вы знаете, у Геродота есть такое слово, Перс Артабан говорит к Сероксу, ты видишь, что Бог поражает молнией, выдающейся величиной и силой живые существа, стараясь их уничтожить. Малых же он не замечает. Ты видишь, как он поражает своими молниями всех самые высокие сооружения и деревья. Любит ведь Бог все выдающиеся смирять. Вот любит же Бог все выдающие смирять. Поэтому и сам Господь говорит, всякий холм да понизится. И может быть, человек уничижает себя, вот просто, знаешь, ненавидит себя, уничижает и оставляет. И всякий долг да повысится. Это делает Господь. Друзья мои, это Его приоритет совершать с человеком, который отдает сердце. Я скажу, через не смирение, а как сказать, уничижение, самоуничижение, это тоже гордость. И ожидать, когда же Бог меня подымет. Да никогда. Никогда не подымет. Если ты сам себя проваливаешь, нет, Бог тебя не подымет. Это тоже гордость, чтобы посмотрели на тебя люди, как ты уничижен, как ты смирен, как тебе плохо. Что интересно, Господь не отвечает на такие слезы человеческие, истерики. Бог отвечает, друзья мои, на веру, на смиренное сердце перед Господом. Аминь. Смирение, это стремление подчинить свою волю святой Божьей воле, воле благое и совершенной. Поскольку источником любой добродетели является Бог, то вместе со смирением Он сам вселяется в душу христианина. Смирение же лишь тогда воцарится в душе, когда в ней изобразится Христос. Вот представляешь, какая нам сегодня Господь дает работу над собой для того, чтобы смириться так, чтобы тебя, меня Господь увидел, чтобы человек увидел. Христос идет. Все сегодня примерно представляют, какое лицо было у Иисуса Христа. Какой был Иисус Христос? Там иконки пишут, еще что-то, ну вот так вот примерно фильмы снимают. Я хочу сказать, Христовые дети Божьи сидят в этом зале. Смиренные сердца, помазанные Господом. Аминь. А какое тело у вас? Да разницы нет. Какое тело? Душа смиренная, душа благословенная, слава Богу, Аллилуйя. Друзья, мы прощаемся с нашими видео братьями и сестрами, которые нас смотрят на канале ТБН. Всего доброго, благословения, спасибо, что вы с нами. Смотрите нас на Ютубе почаще и ставьте лайки. Мы любим вас. Аминь. Аминь.